Дырка небольшая, однако пролило уже пол улицы. На московском шоссе прорвало трубу водопровода. Вода из нее потихоньку сочится весь день. По словам представителей администрации, трещина небольшая, около 10 сантиметров, а над трубой провалилась около полуметра дорожного полотна. Оно не выдержало из-за размытия грунта после прорыва коллектора. Напомним, что инцидент с прорывом канализации произошел 10 мая. Сообщение поступило в 2 часа 30 минут. Пострадали двое прохожих, велосипедист с трудом смог выбраться из ямы с фекалиями, а три машины пришлось вытаскивать с помощью техники. Сейчас последствия прорыва практически устранили. Был заменен участок трубы размером 6 погонных метров. Занимаемся укладкой асфальта и ложим бордюры. Сегодня обязательно все это восстановим. Час-два, работа будет готова. Параллельно сотрудники водоканала восстанавливают лестницу. Она тоже пострадала от прорыва канализации. Обвалились 4 нижние ступеньки. Теперь их реставрируют, остальные оставят без изменений. Стоит отметить, что к затоплению московского шоссе люди уже привыкли. Час-то потопляет именно под мостом, потому что ливневого как нет, если сильные дожди, то получается постоянно здесь затор. Последний, мне кажется, год не было такого. А если взять предыдущие года, то стабильно здесь постоянно заливало. Вообще московское шоссе здесь как-то не часто. А вот дальше там на площади Победы, там каждая весна, каждая осень по щиколотку можно утонуть. И когда много осадков, то все время вода стоит. Это не только здесь, это везде вообще порезание происходит. Я знаю, что после дождей затапливают очень часто. То есть, видимо, что-то там с ливневой канализации. В прошлый раз было, наверное, года два назад, ливень очень большой был. Вот здесь вот было застоплено настолько, что вот так вот проходить вода стояла. Потому что яма стоит, и вода вся там собирается. Там мы переходили по этой воде, вот так вот задирали джинсы. Был май, и мы все шли туда. Устранять новый прорыв будут после восьми вечера, когда пройдет основной поток машин. Работу планируют завершить к утру 15 мая. Напомним, что движение транспорта открытое, потребители от воды не отключены. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».